Это Prime Time. Напоминаю, мы сегодня обсуждаем вопросы цифровизации в сфере геологии. В Казахстане работают над созданием единой платформы недропользователей. Она будет содержать всю информацию о полезных ископаемых и отчеты геологоразведок. Сейчас, например, 80% данных хранятся на бумажных носителях и магнитных лентах. А процесс получения информации занимает длительное время и не всегда, кстати, корректный. Онлайн-площадка облегчит работу инвесторов. Подробнее об этом в материале моей коллеги Сабины Рахимбай. Часто о Казахстане говорят, что его недра хранят в себе всю таблицу Менделеева. Однако на деле имеющиеся запасы сырья в стране истощаются, а новых открытий за последнее десятилетие не было сделано, говорят эксперты. Все потому, что отечественные и иностранные компании просто не заинтересованы в работе. Помимо того, что отрасль недофинансирована, есть проблема с предоставлением геологической информации. Если мы выбрали объект и хотим ее изучать, надо будет подходить в межрегиональный департамент, там сидеть, ознакомливаться с информацией, выбирать это. Даже сработать с картотекой. Раньше приходилось ездить, сидеть там. Это занимало время. Специалисты отрасли говорят, что предоставление данных – процесс достаточно тяжелый и непрозрачный. Ждать необходимые отчеты недропользователи могут месяцами. Поэтому давно встал вопрос об оцифровке данных. В прошлом году Министерство промышленности вместе с Министерством цифрового развития начали работу над электронной платформой, которая будет содержать все данные геологоразведок страны. Вообще по концепции геологии у нас идет оцифровка первичной геологической информации. С 2003 года мы начали оцифровать ее. И у нас порядка 4,5 миллионов всего нужно оцифровать. За прошлый год оцифровали 822 тысячи геологического материала. Там и бумажные носители, и графические приложения, и магнитные ленты фейсмические. И картриджи. В этом году миллион 150 геологической информации будем оцифровать. С прошлого года оцифровали лишь 20% информации. Процесс этот не быстро, говорят ведомстве. Полностью завершить работу должны в 2027 году. Сначала нужно действительно все оцифровать, понять, что мы имеем. И после этого уже, скажем так, начать двигаться. То есть, по большому счету, какие-то были уже известные месторождения. И практически все уже отработаны. То есть, надо искать новые. Если нужно искать новые, нужно вообще в базе, что, скажем так, у нас все. Ну, вообще, процесс этот не быстрый, потому что, судя по тому, как другие страны по какому пришли, у них это уходило десятки лет. То есть, мы проходим это гораздо быстрее. То есть, опираясь на опыт, как раз в других странах. База данных будет доступна как для аналитики, так и для заинтересованных инвесторов. Также для привлечения новых игроков в эту отрасль в прошлом году подписан закон по вопросам недропользования. Инвестор, который будет работать на этих месторождениях, ему такие вот привилегии, льготы, преференции в виде альтернативы налога. То есть, он будет освобожден от рентного налога, НДПИ, налога на сверхприбыль. Вот от этих налогов, вместо четырех этих налогов, будет введен такой вот альтернативный налог. Но его мы в законе предусмотрели, а теперь реализация, вот буквально в этом году, налоговый кодекс, мы все эти изменения должны туда внести. И тогда он полноценно заработает. Для инвесторов сейчас создаются все условия, сокращаются сроки согласования на проведение экспертизы, устранили повторяющиеся проверки. Это, по мнению экспертов, должно помочь развитию отрасли.